Привет, друзья, с вами Флог. Я уже думал, сегодня не получится посмотреть Run 136, поскольку не было видоса. Ну вот видосик сделали, да, давайте мы его сейчас посмотрим. Я уже думал сегодня 21 смотреть, но ладно. 136 выпуск Run BTS, погнали. Братья из Пусана взволнованы с самого начала. Итак, что мы сегодня делаем? Опять что-то интеллектуальное. Сегодняшний забег Run BTS – развлекательная викторина. Шуга присутствует, как всегда. Итак, викторина. Вы дадите нам 5000 очков в последнем туре, верно? Нет, нет, нет. А, правда? А что нам ждать и смотреть? Итак, отдохну и выйду в финал. Сегодняшний Run BTS – развлекательная викторина. Составьте три команды и ответьте на вопросы. Участники получают призы с накопленными баллами. Это командный матч, верно? Мы уже разделены на команды. Джей Хоб. Что? Джин? Джей Хоб, ты готов? Это наша судьба. Так это команды? Что ж, победителя определить сложно, когда мы делимся на такие команды. Мы просто поспим. Покажите призы, которые порадуют BTS. Чтобы нас взволновать, давайте послушаем, каковы призы. Окей. Впереди много призов. О, нас ждет вино. Мы не знали, что может вам понравиться. Итак, мы все подготовили. Список призов, которые разожгут соревновательный дух BTS. Участники получат приз, как только правильно ответят на вопрос. Они могут сделать ставку на полученный приз и пройти викторину. Получив правильный ответ на викторине, на которую они сделали ставку, они получат двойные очки. Но если они не смогут получить правильный ответ, они должны вернуть приз. Ожидается большой матч между корейской говядиной и вином. Думаю, все будут бороться за корейскую говядину и вино. Это будет жестокий матч. Можем ли мы просто оставить команды по сидячим местам? Нам не нужно ничего делать. Какая команда получит РМа? Это ведь матч среди умных. Я думаю, они дадут нам много бессмысленных викторин. В таком случае, если это глупая викторина, все зависит от того, какая команда получит Джина. Блин, ну реально ведь жарко. Чонгук это в куртке, это же вообще капец. Станем одной командой? Тебе это тоже не понравится. Нет, нет, в любом случае. Давайте останемся на месте. Мы получаем результаты, когда играем в викторину. Окей, давайте останемся на местах. У этих команд есть Джин и Рэм. Эх, больно. Но ты меня поймал. Подождите, я тоже хочу их. А Чимин тоже умен. Вы не можете мне доверять? А у вас, ребята, отличная командная работа. Окей, мы будем играть в этих командах. Посмотри на меня. Ты не можешь мне доверять? Вы должны придумать название команды. Что нам делать? Почему бы нам всем не составить название команды из семи слогов? Как? Нет, это слишком долго, и нам будет шумно. Да, это сложно сказать, но звучит весело. Как насчет Джей Хоб, потрясающе, да? Джей Хоб, крутой Джин. Ладно, ладно, давай сделаем это. Джин, имя, которое легко выкрикнуть. Смотри, Джей Хоб, классный и классный Джин. В любом случае это имеет смысл. Окей, наша команда называется Джей Хоб, классный и классный Джин. Мы можем использовать простое имя. Название нашей команды? Что это? Корейская команда по говядине и винная команда. Мы пойдем с простым именем. Поменяем на 1-2-3 боевой. Окей, 1-2-3 боевой. Это простое название. Мы будем рады вашему творчеству. В наши дни это нравится людям. Нет? Нет, мы решили пойти серьезно. На матч. Нашу команду зовут Чимин и Чунгук. Чимин и Чунгук. Чимин и Чунгук. Почему не Чунгук и Чимин? Почему не Чунгук и Чимин? Мне нравится, когда имя Чимина стоит на первом месте. Ну, мне все равно. Я в порядке. Потому что он в первую очередь старше. Чимин почему-то чувствует себя побежденным. Давайте начнем игру после того, как по очереди выкрикнем название команд. 1-2-3, Джей Хоуп, классный джин. 1-2-3, сет корейской говядины и вино. Извиняюсь, я сделала это, чтобы рассмешить людей. Вы двое не синхронизированы. В любом случае, давайте хорошо сыграем. 1-2-3, в бой. 2-3, Чимин и Чунгук. Окей, мы победим без РМ и джина. Чимин и Чунгук. Они похожи на кумиров. Это было хорошо. Мы прекрасно себя чувствуем с самого начала. Это пятибальная викторина. Значит, нам надо это, чтобы рассмешить людей. Вы двое не синхронизированы. В любом случае, давайте хорошо сыграем. 1-2-3, в бой. 2-3, Чимин и Чунгук. Окей. Мы победим без РМ и джина. Чимин и Чунгук. Они похожи на кумиров. Это было хорошо. Мы прекрасно себя чувствуем с самого начала. Это пятибальная викторина. Значит, нам не нужно побеждать? Корейская говядина, 990 баллов. Вы можете заработать двойные баллы. Ой, мы можем заработать двойные баллы. Вы получите двойные очки, если сделаете ставку на еду и получите ее правильно. Допустим, если мы сделаем ставку на одну пачку красного женьшеня, получим ли мы вдвое больше? 130 баллов. Могу ли я доверять этому парню? Джей Хоб, классный Джиен. Первая викторина. Это ерунда. Мы выиграли. Первая викторина. Это ерунда. Бессмысленная викторина предназначена для джина. Я в этом не разбираюсь. Окей. Чимин и Чунгук, кричите название своей команды. Начнем первую викторину. Как вы называете корову, отправляющуюся в Сеул? Корова едет в Сеул? А что это? Это сложно с самого начала. Удачная корова. Корова едет в город. Что еще можно? Корова едет в Сеул? Обычно ответ в вопросе. Корова путешествует. Корейская говядина, боевые действия. Сагаза. Неправильно. Нет, это неправильно. Я только что сказала это. Чимин и Чунгук загрустили. Корова. Корова едет в Сеул? Едет в Сеул. Корова отправляется в Сеул. О, один, два, три. Писательница. Правильно. В смысле? Я что-то не уловил суть, значит. О, это правильно? Удивительно. Это было потрясающе, Джин. Что не так? Ты такой креативный. Нельзя проиграть викторине по ерунде. Чувствует себя таким гордым. Потрясающе. Это было очень круто. А вот и второй вопрос. Какое самое простое число в мире? Джей Хоу потрясающий Джин. 190 тысяч. Это легко. Верно. Это результат упорных занятий. Мы получаем пять баллов? Мы должны просто посмотреть на них. Там есть попкорн? Чунгук. Обычно люди начинают с того, что дают баллы другим. Расслабься. Ничего страшного. Это пять баллов. Окей. Что происходит, когда вы толкаете и вращаете кровать? Для этой викторины необходимы языковые навыки. Это английский? Ви снова. Один, два, три. В бой. Бадминтон. Кровать мин, толчок, поворот. А, это отлично. В смысле, Ви? Что творится? Ты такой удивительный, Ви. Что происходит? Он потрясающий. Бадминтон. Это потрясающе. Извини, извини, Джей Хоу. Бадминтон. Я почти сказал. Бэмин. У нас Ви в этой стране. Он звездный игрок. Он был скрытым звездным игроком. У меня в команде Ви. Он так хорош, когда люди весят больше всего. А на следующий день, после того, как много поел, перед сном вы весите больше, чем когда проснулись. Это глупая викторина. Люди. Когда люди больше всего весят, это сложно. Глупые викторины стали сложнее. Бадминтон, писатель. Это другой уровень. Когда люди больше всего весят, в каждой команде дается три шанса на телефонный звонок. На чем говорить? А, не, ну в куртке, ну тут у папочки. Есть шанс позвонить? Нормально. Кому ты позвонишь? Подождите, он пользуется телефоном. Ты не можешь искать это в интернете? Я не буду. Сколько слогов? Это тяжело. Три слога. Вы все много раз говорили это слово Чунгуку. А, бестолковый. Как мускулистая свинья? Ты сказал это, когда Чунгук сказал. Нет, это не может быть так просто. Это может быть просто. Это было похоже на правильный ответ. Что он сказал? Во время еды. Во время еды. В тренажерном зале. Ключ к разгадке тренажерный зал. Спортзал. Когда он занимается весами? Из чего сделан вес? Чимин. Чимин и Чунгук. Когда люди повзрослели. Правильно. Я тоже подумал об этом. Почему люди больше всего весят в зрелом возрасте? Внезапно очень обрадовался. Теперь ты можешь мне доверять, правда? Я ничего не могу сделать. Мне очень жаль, Джина. Нет, нет. Окей. Какой город больше всего ненавидит владелец цветочного магазина? Это город, в котором были... Йосу? Подумайте об этом глобально. Раз, два, три, борьба. Париж? Почему Париж? Потому что это цветочный магазин. Вы были близки. Значит, это похоже на правильный ответ. А, да уж. Когда цветок грустнее всего. Когда засыхает. Один, два, три, бой. Чимин и Чунгук. Джей Хоуп, классный джин. Я понял. Сидни. Я был быстро. Загрустил. Ты был хорош. Сидней? Сидней сказал? Будь щедрым. Не расстраивайся. Пойдем дальше. Ви оказался прав. Его ответ был верным. Ви грустный. Значит, он расслаблен. Благодарю его. Благодарю его. Да уж. Где находится город с милым ветерком? Джей Хоуп, классный джин. Бун Данг. Правильно. А, он знал это. Он это знал. Надо сменить название команды. Я запутался. Что говорит тигр, когда подвозит? Джей Хоуп, классный джин. Тигр. Правильно. Почему? Почему это тигр? Залезай. Меня путают название команды. Это плохое название для команды. А можно здесь написать название команды? Я назову тебе название команды. Погнали. Это последняя глупая викторина. Какое слово противоположно слову «младший брат»? Раз, два, три. Боевые. Чимин и Чингук. Раз, два, три. Классная команда. Наш брат. Неправильно. Джей Хоуп. Классный джин. Нет. Не чужие. Мой брат. Неправильно. Джей Хоуп. Классный джин. Чимин и Чингук. Команда Чимина и Чингука была быстрее. Младшая сестра. Джей Хоуп. Классный джин. Это неправильно? Раз, два, три. Борьба. Буксёса. Это что такое? Есть сюжетная линия? Похоже, есть сюжетная линия. Это прямо противоположное слово. Это действительно противоположное слово младшего брата. Большая подсказка. Младший брат. Мы ведь не семья. Мы не семья. Тогда... Чимин и Чингук. Я и брат. Неправильно. Чимин и Чингук. Мой настоящий младший брат? Правильно. О, младший брат и настоящий младший брат. Я собирался сказать, что мы... Семья, брат. Мы редко используем слово настоящий младший брат. Верно, верно. Мы вообще не используем это слово. Нет, обычно мы говорим «мой младший брат». Тесты сложные. Чем ты моложе, тем лучше разбираешься в викторине. Второй тур. Тест кода звукового сигнала. Биппер? Что такое викторина по коду биппера? Вы знаете звуковые сигналы? Мы никогда не использовали пищалки. Биппер – это беспроводной пейджер. Здесь никто не пользовался звуковыми сигналами. Вы получаете пять баллов за викторину. 981. Что, что это? Если вы скажете это быстро... Чимин и Чингук, до свидания. Это должно быть 982, не так ли? Неправильно. Сосредоточьтесь. Произносите эту цифру быстро. Один, два, три боевые. Это срочно. Правильно. Вау, верно. О, удивительно. Срочно. Точно, это срочно. Как люди общались. Я сразу дам вам вторую викторину. Раньше было так сложно общаться. Раз, два, три боевые действия. Иди сюда. Правильно. О, это потрясающий Ви. Ты легенда. Следующий вопрос. 90-90. Что это? Сосредоточьтесь на том, как выглядят числа. Джей Хоу борется с Джином. Джей Хоу – классный Джин. Что? Иди сюда с рюкзаком. Неправильно. Один, два, три боевые. Я хочу лечь и поспать. Неправильно. Безграничное воображение BTS. Что означает эта поза? Подождите, я начинаю понимать, что это такое. В каком направлении он лежит? Разве это не удивленный смайлик? Один, два, три боевые. Они спят с подушкой на спине. Чимин и Чунгук. Они устали. Неправильно. Какой алфавит похож на девятку. Джей Хоу – классный Джин. Погнали, погнали. Гоу-гоу. Правильно. Окей. Что? Гоу-гоу. Действительно. Вот это да, Джей Хоу. Наконец-то ты получил один правильный ответ. Ты так не думаешь? Люди использовали бы философский подход, чтобы выразить позу сна. Нет? Следующий вопрос. Это двоичная система. О, верно. Да. Я не понимаю. Направление и форма? Я чувствую себя идиотом. Что это такое? Чимин и Чунгук. Пешеходный переход. Я подумал как раз об этом ответе. Нет. Это не должно быть так сложно. Зачем люди отправляют пешеходный переход через гудки? Один, два, три. Боевые. Это тьфу. Угрюма. Правильно. Тьфу. Что это такое? Это тьфу. Что это такое? Тьфу-тьфу. Вау. Давай, чувак. Я вообще не понимаю суть этого. Арана. Молодое поколение впечатлило творчеством старшее поколение. Ну это, видимо, им понятно. Что они общались с помощью этих коротких сообщений. BTS влюбились в пейджеры. Я хочу использовать пейджеры. Будем использовать пищалки. Вы можете взять подарок. А мы можем его взять? У нас уже есть окончательные результаты. Приз получает команда первой набравшей очки. Верно. После того, как они заберут приз, их счет обнуляется. Верно? Нет. Выкрикните название команды. Скажите, мы сделаем ставку, чтобы заработать двойные очки. Вы не можете делать ставку после того, как сказали ответ? Не волнуйся и не спеши, хорошо? Джейхоб. Тьфу. Озорные участники используют коды, которые они выучили немедленно. Итак, следующий вопрос. Что это? Это тоже код Бипера? 9977. Чимин и Чингук. Каждое слово. Правильно. Не могу поверить, что это правильно. Верно. Почему семерка звучит как чел? Как ты это узнал? Как ты догадался? Почему вы подумали, что это чел? Мы можем превратить каждое слово в числа. Почему они отправили это слово с помощью звукового сигнала? Возможно, им нужно было что-то объяснить. Мне нужно много сказать. Давай встретимся. С их помощью мы можем составить предложение. Следующий вопрос. 2626. Назовите название другой команды. Что? Причина, причина? Неправильно. 1, 2, 3, бой. Скажи мне причину. Неправильно. Это было очень похоже. Сделаем ставку. Окей. Плач плачет. Неправильно. Прошу вас. Обескураженный РМ. Так счастлив. Неправильно. Верни это, верни. Вам нужно вернуть подарок. Извините. 1, 2, 3, бой. Полицейская машина. Верни это. Окей. Нет. Почему ты это пищишь? 2626. Взлетает самолет. Верно. Взлетает самолет. Это правильно? О, ты такой классный эксперт. Говорят вообще, я просто не понимаю. В этом есть смысл. Я только что ушел. Это была хорошая идея. Взлет. Вылет. Это непросто. Я не знаю, вот вы смотрите, понимаете, о чем они говорят? Следующий вопрос. Или это в основном на корейскую аудиторию? Поехали. Чимин и Чингук. Именно вот эти вот лекционеры. Я люблю тебя. Правильно. О, это так просто. Это единственный код, который знает Чингук. Из-за пароля. Не из-за этого. Количество ударов «Я тебя люблю». Там была песня об этом, верно? Я спел эту песню. Когда я учился в начальной школе. Да, точно, пароль 486. Мы с друзьями пели ее. Вот так. Следующий вопрос. Идеальное разделение работы. Это что? Он скажет. Сделать это можно в боулинге. Кигельбан? Что-то идет? Нет. Идет? Не думаю, что это формальная речь. Чингук, Чингук. Приходящий. Джин Хоуп, классный Джин. Идите смело. Нет. Один, два, три, борьба. Принеси свои собственные инструменты. Я думала об этом. Это было неправильно. Он, но весьма креативно. В боулинге. Что бы вы сделали с мячом? Чимин и Чингук. Принеси свой собственный мяч. Джей Хоуп, классный Джин. Один, два, три, бой. Поиграем в боулинг. Иди, иди. Правильно. Окей. Можешь взять подарок. Давай заберем двойной бал. Хорошо. Думаю, он много играет в боулинг. Следующий вопрос довольно простой. Джей Хоуп, классный Джин. Один, два, три, бой. Чимин, Чингук. Джей Хоуп, классный Джин. Он сказал быстрее. У меня жар. Правильно. Надо было сделать ставку на грелку. Ты должен был это сделать, Джи Хоуп. Ты мне не напомнил. Окей, давай сделаем это в следующий раз. Эти коды такие романтичные. Присылают. Десять, двести восемьдесят восемь, когда у него жар. Тогда его или ее любовь принесет лекарство. Вы также можете отправить девятьсот восемьдесят один. И десять, двести восемьдесят восемь. Тогда другой пришлет девяносто девяносто. А, действительно? Что это такое? Что это? Это заставляет меня наклонить голову. Попроси меня. Правильно. Вызовите меня. Я не понимаю. Прости. Потрясающе. Вызовите меня. Семерка использовалась по-разному. Удивительно. Поехали дальше. Сто. Джей Хоб, классный джин. Назад. Правильно. Ты сделал это, братан. Что? Почему? Почему ты не сделал ставку? Ах, назад. Назад. Вернись. Это было оно, да. Сто означает обратно? Это не похоже на сто очков. Я думал, что получил за тест сто баллов. Это непросто. Следующий вопрос. Тысяча двести. Что? Да, тысяча двести. Острый. Нет, ну выражение лица это, конечно. Верно. Это правильно? Да. Джей Хоб, классный джин. Ты поставишь на это? Нет. Хорошо. Чимин, Чингук. Нечего делать. Это близко. Один, два, три, драка. Нечего делать. Нет. Чимин и Чингук. Джей Хоб, классный джин. Они сказали первыми. Работы много? У меня много работы. Так много вещей. Да? Это правильно. Окей. Классно. Итак, многое предстоит сделать. Работы много. Джей Хоб. Мы дали вам много подсказок. Дайте мне грелку. А что, холодно? Принеси ее. Здесь холодно. В моем сердце. Джей Хоб. Вау, мы выиграли 50 очков. Давайте угадаем еще одно правильно. Если ты так уверен. Окей. Если мы уверены, сделаем ставку. Поехали. Давайте выиграем. Что? Один, два, три, в бой. Переезжайте в Ильсан. Что? Как? Переезд в Ильсан? Я из Ильсана. Нет, это неправильно. Сделайте несколько пробелов. Один и пробелы. Джей Хоб, классный джин. Я работаю. 24 на 7. Нет. Очень близко. Один, два, три, в бой. Я люблю тебя. 24 на 7. Я хотела это сказать. Давай. Джей Хоб. Классный джин. Ты не классный джин. Ура. Ты знаешь, что такое любовь? Я не знаю, что такое любовь, но я знаю Аполлона. Танцы радости. Я люблю тебя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я люблю тебя 24 на 7. Коды такие романтичные. Арми. 13, 65, 244. Это так здорово. Следующий вопрос. Чимин и Чингук. Идет дождь. Дождь. Вам нужно что-то добавить к числам. Что-нибудь? Действительно? Джин и Джей Хоб. Чимин и Чингук. Они были быстрее. Вы сделаете ставку? Нет. Просто сделай это. Чимин и Чингук. Посмотрите на меня. А я люблю тебя? Он так счастлив. Я люблю тебя. Это правильный ответ. Но почему? Если провести горизонтальную линию, то это так. Почему это я тебя люблю? Разве я... Разве это не я сентиментальный? Потрясающе. Вполне вероятно. Вау. Действительно. Ходы звуковых сигналов. Артистичны. Следующий. Отвечай на это быстро. Джей Хоб, классный Джин. Чимин и Чингук. А, я люблю тебя навсегда. О, нет. Мы должны были сделать ставку. Ну что ж такое? Когда у меня появляется мысль, они всегда её говорят. Вы всегда медленнее. Давайте двигаться дальше. Вот так. Последний вопрос. Окей. Это просто. Нам нужно набрать шесть очков. Чимин и Чингук. Сирена полицейской машины. Нет. Произнесите это мило. Тоже медленно. Эй, эй. Йо, эй, борьба. Неправильно. Чимин Чингук. Иди сюда. Нет, произносите как английское слово. Чимин и Чингук. Это код для любителей хип-хопа? Джей Хоб, классный Джин. Да. Мы сделаем ставку. Давай сделаем. Это красиво. Красиво. Ни за что. Рюся в заклад это неправильно. Это противоположность этому слову. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Один, два, три. Драка. А, да. Уродливо. Некрасиво. Мне это не нравится? Почти. Джей Хоб, классный Джин. Чимин, Чингук. Один, два, три. Боевые. Ненавижу. Ненавижу. Это правильный ответ. А, грустный. Ненавижу. Как это так? Давайте сделаем ставку очень осторожно. А вопросы уже все равно закончились. У нас все хорошо получилось. Отлично работали. Кто-нибудь из провинции Кёнцан? А, я. Кто-нибудь из провинции Чола? А я здесь. Это диалектная викторина. А, окей. Диалектная викторина. Хорошо, диалектная, так диалектная. Давай быстрее. Окей. Провинции Кёнцан, Чола и Канвон. Они так счастливы. Они даже не знают следующий текст. Провинция Кёнцан. Провинция Кёнцан. Я плохо ее знаю, провинция Кёнцан. Один, два, три. В бой. Что? Я этого не вижу. Он надел очки. Кислый. Кислый? Откуда вы это узнали? Как? Кислый? Это кисло. Катается по полу со смехом. Кисло. Извиняюсь. Что это значит? Тем не менее, я не понимаю. Что это означает? РМ лучший говорящий на диалекте среди говорящих на диалекте. Кислый. Все хотят узнать значение. Кислый? Это кисло. Например, когда вы едите лимон. Ой, кисло. Следующий вопрос, пожалуйста. Разогревается. Разве это не похоже на кипячение? Чимин был быстрее. Нагревать. Нагревать воду. Разогреть. Давайте двигаться дальше. Обаятельный и милый. Чимин, Чунгук, один, два, три, в бой. Я не знаю, не знаю, как это сказать. Как я могу это определить? А надо сказать точное значение. А, молодой. Неправильно. Один, два, три, в бой. Один, два, три, сказали первыми. Что это было? Есть еще детский жир. Разве это не похоже на молодость? Не совсем. Джей Хоуп, классный джин. Да. Выглядишь моложе. Ты немного пухленький. Вы похожи на ребенка. Неправильно. Произношение носителя языка. Пожалуйста. Один, два, три, в бой. Верно. Чимин, Чунгук. Один, два, три, было быстрее. Кому-то не повезло? Действительно? Джей Хоуп, классный джин. Действуя мило. Приятно. Ответ очаровательный. В провинции Кюнсан это означает ласковый, обаятельный и очаровательный. Я давно не говорю на диалекте. А, давайте следующий вопрос. Разве это не английское слово? Тупое и не так резко. Чимин, Чунгук. Да. Нечеткий. Нет. Я никогда об этом не слышал. Джей Хоуп, классный джин. Пополните свою транспортную карту. А, Чимин, Чунгук. Ерунда. Неправильно. Один, два, три, борьба. Похоже, у вас слабые винты. Мол, почему ты сегодня такая? Правильно, прекрасная работа. О, это так сложно, я понятия не имел. Ви, пожалуйста, используй его как носитель языка. Почему ты такой скучный сегодня? Так круто. Это актуально. Он такой красивый, даже когда говорит на диалекте. Я позвонил одному из моих друзей в Пусане. Я говорил на диалекте и спросил, что ты думаешь о моем акценте. Эй, ты говоришь с сеульским акцентом. Действительно. Он стал сеульцем. Я сказал, сейчас я изо всех сил стараюсь говорить на пусанском диалекте. Это непросто, я понятия не имею об этом. Далее, провинция Чола. Добро пожаловать. Все. Вы готовы? Вы что-то забыли. Моя мама из провинции. Окей. Мама Чимина из провинции. Хорошо, брат. Хорошо, брат? Это диалект? Брат? Что сейчас происходит? Ваше будущее черное, как смоль. Проклятие провинции Чола довольно детализированный. Ран БТС соответствует правилам комиссии по связи Кореи. Что ты делаешь? Сядь. Я не могу дождаться. Я не знаю. Итак, первая провинция Чола. Вопрос. Очаровательная? Очаровательный. Джей Хоуп, классный джинн. Один, два, три, в бой. Я понятия не имею. Очень мило. Одним словом, очаровательный. О, Джей Хоуп, я доверял тебе. Ладно, проехали. Молодец, верный ответ. Это довольно милое слово. О, это похоже на то, что у тебя есть привлекательность. Или ты и так очарователен. Если добавить A, получается диалект Чола. Следующий. Слово. В обмороке. Отключился. О, даже носитель языка не знает. Я не знаю. А, запиратель дверей? Запирать двери? А, сонный? Сонливость? Нет. Чимин и Чингук. Это хорошо сделано. Хорошо сделано? Джей Хоуп, классный джинн. Неоднозначно? Нет, я об этом не слышал. Приведу пример. Вы удивлены, увидев что-то? Чимин и Чингук. Так удивлен, что потерял сознание. Нет. Удивлен и потерял сознание. Что ж. Джей Хоуп, классный джинн. Я воспользуюсь возможностью телефонного звонка. Я позвоню маме. А, я должен был сделать это. Ну что ж. Включи громкую связь. Что если она не ответит? Мы это слышим. Моя мама сказала, что ее телефон плохо работает в Дамьяне. Человек, с которым вы пытаетесь связаться, ошибка сети мобильной связи. Я воспользуюсь возможностью позвонить. Это диалектное слово. Не пользуйтесь громкой связью. Я позвоню своему другу. Подожди. Я начал звонить. У вас будет шанс, если тот, кому вы звоните, ответит первым. Я тебе доверяю, мама. Держу пари, моя мама это знает. Победит тот, кто первым дозвонится. Но двое из них не отвечают. Моя мама не ответила. Мой папа. Последняя надежда. Бьюсь об заклад, он ответит. Папа обязательно ответит. А, Джей Хоб, классный джин. Да. Я чувствую, что теряю сознание. Правильно. Что? Почему? Что это значит? Как так? Верно. Папа, привет. А что означает Джамул Сида? На диалекте провинции Чола. Извиняюсь. Да, да. Что если он не знает? Джамул Сида. Похоже, он не знает. Неправильный вопрос. Носители диалекта не знают. Никогда об этом не слышал. Правда? Еще хуже, что его отец учитель корейского языка. Окей, я понял. Он преподает корейский язык, литературу. Джей Хоб, я правильно понял, что это означает? Я чувствую, что теряю сознание. А, действительно? Обморок. Это было слишком сложно. Следующий вопрос. Слово «ходьба на цыпочках». 1, 2, 3, борьба. Чимин Чунгук. Вот так, это оно? Нет. Джей Хоб. Джей Хоб, классный джин. Будем считать это правильным ответом. Нет. Это не значит «ура». Разве это не «ходьба на цыпочках»? Это то же самое. Действительно? Как будто на каблуках. Следующий вопрос. Слово «твердый» и «жесткий». Ну вот. Джей Хоб, классный джин. Чимин Чунгук. Это больно. Чимин Чунгук. Это больно. Чимин Чунгук. Джей Хоб был быстрее. Ты знаешь слово? Да. Строгий. Дотошный. Чимин Чунгук. Я не знаю. Темно. Партия неправильных ответов. Ё-моё. Нет, нет. Это вот это, вот это. Жесткий, твердый. Хватит, серьезно. Ах. Это очень твердо. Я же тебе сказал. Я же вот так вот. Тебе нужно объяснить это твердо. А вечер начинает сразу. Итак, что это значит? Правильно ответил Джей Хоб. Окей. Мы должны были сказать твердо. Осталось еще три. Виноградные косточки? Виноградные косточки? Я так и думал. Нет? Один, два, три. Боевые. На всякий случай. На всякий случай? Удивительные актерские способности, но неправильные ответы. Кванчжу, четвертый столичный город Кореи. Четыре города. Кванчжу, четыре города. Неверный ответ. Гений. Я хотел это сказать. Катится по полу со смеху. Не в Кванчжу. РМ лучший. Я хотел это сказать. Четыре города. Четыре города. Гордый и довольный. О, сумасшедший. Он такой забавный. Изо всех сил смеются. Чимин и Ченгук. Думаю, это будет правильно. Круглолицей. Не похоже ли? Мягко. Мягко, легко. Такое ощущение. Мягко. О, ты это сказал? Перестань меня смешить. Поистине неожиданные ответы. Он сказал это две секунды назад. Извиняюсь. Один, два, три. Боевые. Осторожно. Верно. Верно? Закрывать? Чимин и Ченгук. Тихо гуляешь. Верно? Похоже, но немного другое. Эх. Красивое лицо говорит, что это несправедливо. Нет, нет. Я сказал это первым. Осторожно прикасаясь. Я люблю тебя так сильно. Трудное будет ближе. Ближе к сложному. Едва. Слишком много подсказок. Пойдемте дальше. Носитель языка сказал, мы сделали это. Мы еле дожили. Едва дожили. Мы едва успели. Мы сделали это. О, это похоже на то. Разочарован, потому что нервный. Еле что-то сделал. Это слишком сложно. Но за это 10 баллов дают. Ладно, окей. Если мы скажем правильно, мы выиграем. Провинция Конвандо. Провинция Конвандо? Провинция Конвандо. Это весело. Поехали в провинцию Конвандо. Один, два, три. Чимин Чингук. Погнали? Нет, неправильно. Вернемся назад? Нет. Мы не знаем, что это существительное или наречие. Я понятия не имею. У меня много домашних заданий. И это еще одно. Один, два, три. Боевые. Много. Чимин Чингук. Более того. Правильно. Верно. Легенда. Мы снова забрали очко. Какой у вас счет? Мы набрали девяносто пять очков. Девяносто пять. Грейпфруты, грейпфруты. Ви у нас. Я люблю грейпфруты. Мне нравятся они. Следующий. Угадайте название песни после воспроизведения в течение одной секунды. Ой, ну вот это уже получше будет, поинтереснее. Я ужасен в этом. Я тоже. Пожалуйста, послушай хорошо. Я не очень хорош в этом. Я не знаю. Песен не знаю. Джей Хоуп. Это старые песни. В следующем эпизоде. Один, два, три. В бой. Чимин. Да. Этот ран максимально что-то как-то мне не зашел. Максимально может быть из-за того, что... Да не может быть. Скорее из-за того, что я его не понял абсолютно. Потому что они и на диалектах. Они как бы вот свои вот эти вот... Ну, короче, скорее всего только корейцы, наверное, это поймут. И те, кто знает, хотя я могу ошибаться. Но я вот не понял эти викторины, если честно. Скажете, что без разницы, что они делают. Глава просто за ребятами наблюдать. Это да, но все равно интереснее, когда ты понимаешь, когда... Вот старые раны, да? Возьмем, например, старые раны. Они мне больше заходят, чем вот последние, которые выходят на данный момент. Они в основном все интеллектуальные. Конечно, должны быть интеллектуальные раны тоже. Интеллектуальные раны, да, тоже должны быть. Но старые заходят гораздо больше. Ну вот. Ну и новые там, сготовка, денег, что-то делать. Я люблю вот прям энергичные такие. Которые я не понимаю, но что-то как-то вообще не заходят. Но тем не менее, ладно. Посмотрели и посмотрели, друзья. Обязательно напишите в комментарии. Если вы понимаете, о чем здесь речь была, то так и пишите. Я понимаю там так-то, так-то. Ну вот. И еще, друзья, я буквально на днях узнал, что у меня, оказывается, есть чат в своей группе ВКонтакте. Как узнал? Просто бац, туда сообщение пришло. Это копа, нифига себе. Там оказывается 9 человек. Так что, друзья, переходите по ссылке в описании в группу ВКонтакте. Там единственный чат. Туда подписывайтесь. Заходите, вступайте. Ну, возможно, да и невозможно. Скорее всего, точно буду там просить, скидывать меня что-нибудь там, послушать. Либо, допустим, какие-то концерты, премии будут выходить. Да, вот туда можно будет скидывать, и это будет гораздо удобнее, гораздо лучше. Ну вот, друзья. Всем спасибо за просмотр. 136 выпуск Раунд БТС. С вами был Флок. Всем пока.